Доброе утро, друзья! Уже утро не раннее, часов 10-11, и сегодня мы расскажем, чем еще можно заняться на острове Пенан. Для тех, кто любит природу, кто любит благоуделять, кто любит активный образ жизни, здесь есть ботанический сад в 20 минутах езды от Джорджтауна. Бесплатный проход, на великах, в принципе, можно кататься. Есть также возможность подняться на Пенанг-хилл, на самую высокую точку Пенанга. Общий подъем по такой, скажем, ступенчатой поверхности занимает 2 часа, сказали нам тут одни китайцы. Очень много местного населения, в основном китайцев, которые в большинстве случаев просто ходят, занимаются физическими упражнениями, в кроссовочках. Молодцы, поддерживают форму. Здесь есть разные малые коллекции орхидей, других растений, деревьев особых, я уж точно не помню. Есть прудик с лилиями и черепашками. Территория очень облагороженная, везде проложен асфальт, есть скамеечки, можно посидеть в теньке, отдохнуть. Очень вкусно пахнет, я не знаю почему. Может быть, от каких-то кустарников. Здесь есть обезьяны, кормить их нельзя. Так что, если у вас есть еда, будьте внимательны, они могут у вас отобрать и сами с ней. Илюха пока держит камеру, вокруг оглядывается, чтобы обезьяна не напала и не отобрала у нас эту самую камеру, в том числе мой рюкзак, который я оставила позади него. Ну ладно, они тут в принципе независимо сами по себе, причем обезьяны бывают серые и черные длиннохвостые. Погода сегодня солнечная. Некоторые люди ходят не только с водичкой и полотенчиком, но и также с зонтиком, чтобы несколько сократить влияние жарких, но при этом приятных лучей. Не знаю, что это такое, можете не спрашивать. Ботанический сад на Осару Пинан. Мы рекомендуем. Такая мирненькая обезьяна. В принципе, весь ботанический сад, может там шахтурует, представляет собой круг с некоторыми ответвлениями, так что в принципе очень хорошая схема, удобная. Это так называемый formal garden. Я подразумеваю, что сад в стиле определенной формы. Большой трубчатый цветок. Нос туда не запихивайте, а то там кто-то может жить и носу придется не сладко. Ой, какие прекрасные кустарники. Рядом с ботаническим садом, где мы вчера гуляли, есть дорога наверх, на самую вершину Пинанка. Есть такое выражение. Если вы не посетили этот холм, не забрались на него, значит вы не были на Пинанке. Сюда можно подняться пешком, по склону, что сделали мы. Путь в одну сторону занимает где-то полтора часа, если у вас средняя физическая подготовка. Есть также фуникулер, который в среднем, кажется, стоит 30 ренгет. Сегодня воскресенье. Я думала, людей будет много. Пару велосипедистов и пару пешеходов, которые спускались уже вниз. Основная толпа народа, туристов, находится вот на холме. Он такой туристический. Здесь всякие развлечения, еда, кафешки, музей сов. Сегодня облачно, поэтому то, что вы видите, вы видите. Вон там идет мост до материка, прибрежная линия, высотные здания, ну и по мелочи другие постройки. Нам очень понравилось. Мы пришли сюда в 9 утра, книзу, полтора часа поднимались. Хорошая физическая нагрузка, временами мешают машины, которые обгоняют. А так все очень хорошо. Дорога облагорожена, кроссовочки, водичку. И мы вам рекомендуем. Поддерживаю всех спортсменов. Все молодцы, кто до сюда дошел. Мы сейчас идем по какому-то двадцатиминутному маршруту. Отошли, и людей сразу... Они куда-то исчезли. Они все там толпят. Здесь смотрите, какие красивые жилые дома. Какие арочки, да, приходят. Какие дверцы. Все так подстрижено, ухожено. Все так мило. Вот у меня нет другого слова, как мило. Там еще кустики другие. Жить на горе. Наверное, здесь живут все-таки обеспеченные люди, которые могут себе позволить. Машину раз, потому что каждый день на работу ходить на остановку пешком, я думаю, это тяжело. Это я шутю. Конечно, у каждого здесь есть машина. Вот она стоит, например. Машина, и у машины прекрасный вид. У нас не у всех людей дома бывает вид хороший, а здесь у машины прекрасный вид. Как повезло машине, да? Некоторые здания заброшенные, если повыше. Полисадничек местный. Место, чтобы отдохнуть, скамеечки есть. Ну, пойдемте посмотрим. О, ну здесь видимость получше. Вот там жилые кварталы, муравейники так называемые. Наверное, для будущих индусских и китайских семей. Ну, и маленькие холмики. Здесь есть еще маршрут к западному холму, Western Peak или Hill, да? Он занимает 45 минут вот приблизительно от этой точки и дальше. Не знаю, честно говоря, дойдем мы, потому что коленки уже болят. Ну да, вот то, что я говорила, надпись, если вы не были на Пенанге, на этом холме, то... Если вы не были на этом холме, то и на Пенанге вы тоже не были. Я уже устала, честно говоря. Хочу сказать, что подниматься на велике очень тяжело. Я спросила, как часто люди ездят на велике, они стали... Ну, кажется, сюда я имею в виду. каждую неделю по воскресеньям, по понедельникам. А здесь, вот когда прямая поверхность, кататься очень прикольно. Есть бесплатный шаттл, он идет, как я поняла, до кафешки. То есть покупайте в кафешке и, наверное, катайтесь. А может, вообще бесплатный? Я не знаю. Мы сегодня себя прям... Хотя усталость уже прям ощущается, но я не сдаюсь. Буду наслаждаться видами и физической нагрузочкой дальше. Пойдемте. Из ботанического сада мы шли досюда, досюда это почти до западного холма. Три часа. Честно говоря, мне уже тошнит. А то это вот рейкинг, я хочу быстрее на огонь. Короче, здесь restricted area. Запрещено уходить. Если пойдете, вон вам в голову прилетит пуля. Не знаю. Ну, этот поднят вверх на собственный риск. Мы не хотим идти дальше, чтобы нас не расстреляли, а то у меня там еще это... Манго недоеденная дома лежит. Вот. Все. Пойдем мы, короче, обратно, друзья. Очень устали. Очень хочется посидеть, но комары жрут. Вот такой вот он лес. Встречали мы больших белок, обезьян встречали. Очень большие заросли парфортников. Еще здесь вот такое есть насекомое, похожее на... Я не знаю, на большого колопаж, что ли. Она издает вот эти сверхзвуковые звуки. Цикада. Нет, это не цикада, другая. Вот это вот. Цикада. Это цикада, думаешь? А, ну, Илья говорит, что это цикада, но я не уверена. Не это. Нет, не вот это вот крикотание, а... Ну, сейчас она молчит. Она такая маленькая, но звук у нее просто как вот у хорошего пронзительного клаксона. То есть, так можно сказать. Все, мы идем вниз. Наверное, тоже будем идти три часа, потому что подъем, спуск вниз, он задействует другие мышцы, которые у меня не очень хорошо развиты, поэтому, наверное, будем часто останавливаться. Все, друзья, приезжайте сюда, на Пенанг-Хилл, наслаждайтесь, народу здесь никого, только ходят отдельные группы китайских мужичков, группа женщин, я что-то не видела, видно, не очень женщины выносливые, и наслаждайтесь тишиной, лесом, звуками природы, если хотите, можете туда пойти, потом под нашим видео оставьте фотографию, если вы прошли и вас не застрелили. Есть трекинги, довольно-таки новые, в принципе, там есть карта, не очень часто встречается, но можно, понять, и можно по ним походить, здесь тоже никого нет, ниже находится этот путь, и поэтому вид на город намного лучше, уже можно заглядеть отдельные районы, квартальчики, определить по большим зданиям, где более-менее что находится, да, где баржи, где порт, материк, можно увидеть отдельное здание уже на материке на самом. Вот такой вот маршрут, там вот садик чей-то, с хризантемами, симпатичными такими. Такая вот фауна на Пенанге. Наверное, сантиметров тринадцать. И ножи, у нее очень много ножек, реально много. и следует. Это не скалопендра, это именно червяк какой-то. А, смотрите, она скручивается. Ааа, ничего себе. Рена, может напасть? Я думаю. Вообще уникальные. Сколько ножек. Они такие забавные. На Пенанге есть такая прикольная достопримечательность. Можно на вагончиках прокатиться по трём станции. У нас есть upper, верхняя, middle и down. И название Viaduct. Viaduct Station. Вот она, только что прошёл вагончик. Пойдёмте поближе посмотрим. Видите, туда идёт? А вниз? Мы бы там покажем. Вот видно. Как раз, видите? Ну да, вот очень симпатично. Туда много народу едут. В основном едут, конечно, на фуникулёре. То есть вот на таком маленьком трамвайчике. Один вагончик. Вот видите, что написано? 562.7 метра над уровнем моря. Viaduct. Станция. Не знаю, что такое Стессен. А, наверное, станция. На малайском языке. Статистика, друзья. Мы дошли. Оглашаю данные. Вышли мы в 9 утра. Сейчас полчетвёртого дня. 6,5 часов. Два раза мы сидели по 5 минут на лавочках. Не больше, честно. 26 тысяч шагов. А в километре, Илья, скажешь мне сколько? 20. Около 20 километров пёхом. Результат. Удовлетворение. Бутылка воды. Жарко было только здесь, когда спускаешься вниз. Там, в принципе, нормально. Я ожидала, что мы будем умирать от жажды. Ноги в хлам. У меня, вон, подошва большого пальца не выдержала. Она решила сказать, пока я ухожу. У Илюхи тоже коленки. Но мы довольны, счастливы, ужасно усталы. Вам рекомендуем всё это бесплатно. Только для вашего здоровья. Ну и рассчитывайте, конечно, на свои силы. Пинанг Хилл. Форево. 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 delед